В Восточном Казахстане планируют построить самый длинный мост в стране. Он соединит два берега Бухтарминского водохранилища и решит многолетнюю проблему Курчумского района, население которого порой просто отрезано от областного центра. Главный вопрос с финансированием пока не решен. Но в регионе намерены найти выход из ситуации. Какой узнала Анель Ясенбердина? В Курчумском районе проживает 27 тысяч человек. Ежедневно людям нужно как-то добираться в областной центр. На пути Бухтарминское водохранилище в объезд больше 600 километров. По прямой с середины весны до поздней осени ходит паром. Дорожное расписание курчумцев строго адаптировано к графику водной переправы. По ночам движения нет, зато днем. Каждый час они перевозят по 40-50 автомобилей. Правда, содержание паромов тоже обходится недешево. Главный двигатель 92 литра, если расход делает. Вспомогательные 29 и котл 10. В день тонны 600 литров на один паром, а тут два парома. Без помощи государства никак. Ежемесячные затраты на обслуживание составляют по 3 миллиона тенге. А зимой вообще люди остаются отрезанными от внешнего мира. Переправа только по льду. Особенно опасно в начале зимы и в конце, когда лед становится хрупким. В области уже много лет стоит вопрос со строительством моста. Нужно сделать мост длиной километр 300. Нужно построить дорогу около 20 километров. Все это стоит немалых денег. В первом приближении около 23 миллиардов тенге. Мы сегодня разработали технико-экономическое обоснование. Сделали свои расчеты и работаем с Министерством экономики. Рассматриваются и другие источники финансирования международной кредитной организации. Но более вероятно, передача проекта в концессию. Это значит, что мост может быть построен по государственно-частному партнерству. Возможно, тогда в районе начнется разработка новых разведанных месторождений меди. А люди перестанут рисковать жизнями в межсезонье. Анна Лисенберг, Зинаслан Тулепов, Восточно-Казахстанская область, 24 Гизет.